всем привет с вами юлия и мой факультет рукоделия и сегодня у нас обзор пряжи давно я вам не показывала свои вязальные покупочки и вот буквально вчера забрала свою очередную посылку из дека мне пришла вот такая пряжа большая достаточно посылка из интернет-магазина стоковой пряжи стоковой итальянской пряжи то есть бобинная пряжа в основном на нашем рынке представлена стоковой пряжи это остатки пряжи с фабрик которые не были выкуплены брендами то есть пряжа была произведена бренды модные уже все связали и вот осталось пряжи и и пускают на сток то есть такой пряжи скорее всего больше не будет это минус в том что если вам не хватит пряжи то скорее всего вы ее не найдете ну хотя можно если постараться поискать и тут ищет то всегда найдет но зато из такой пряжи изделия получаются качественными можно связать что-то оригинальное состав у этой пряжи в большинстве своем очень интересный поэтому я сама склоняюсь к тому что хочу все больше и больше вязать только из бобинной пряжи и вам от себя рекомендую бобинную пряжу я также люблю за то что в процессе вязания нет необходимости соединять кончики нити и если вяжется бесшовное изделие то это изделие получается из одной нити ну условно так как там к рукавам надо присоединять нить но это опустим да то есть от самого начала до конца вяжите от одной нити и нет потом необходимости тратить свое время на то чтобы заправить там кучу каких-то хвостиков и мне уже не терпится рассказать о каждом виде пряжи так что давайте перейдем уже к обзор ну во первых я бы хотела отметить качественную упаковку каждая бобинка была вот так вот запакована в пакет с логотипом магазина здесь внутри пакета на каждой бобинке есть вот такая этикетка то есть название состав производитель метраж сколько намотана цена все здесь есть для того чтобы не лазить в счет и не вспоминать что вы там покупали счет конечно же у меня есть вот он я два раза оформляла вот они два листочка со счетом прислали то есть это тоже очень хорошо плюс от магазина положили подарочек это мыло мыло пятновый водитель вот такой вот кусочек я вчера его уже попробовала когда стирала образцы мы лица просто идеально и я бы сказала что тот образец который я постирала этим мылом раскрылся довольно таки неплохо давайте начнем вот с этой оригинальной пряжи и когда увидела ее в обзоре магазина я просто не смогла пройти мимо это давайте вот на этикетке прочитаем broom тот duncan стопроцентная шотландская шерсть 750 метров на 100 грамм и цена у нее ну вот как вы видите 3 рубля 80 копеек за грамм то есть я взяла 400 грамм чем чем понравилось мне эта ниточка казалось бы стопроцентная шерсть что здесь может быть интересного но я бы назвала эту пряжу фантазийной сейчас я покажу вам ее скрутку посмотрите это тончайшая скрутка на которой оставлены вот такие ну так скажем не докрученные что ли моменты вот они идут вот утолщение такие по ниточке вот видите тонкая 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 раз утолщение и вот это пряжа складывается вот в такую прелесть вот этот образец я начала вязать на спицах 3 миллиметра в одну нить посмотрите какая получается красота то есть после стирки вот эти утолщения все раскрылись и выглядеть вот такими пимпочками красивыми я просто влюблена в этот образец единственное что это одна нитка и она естественно как все одна нитки хорошо так косит даже при вязании вот прям вся все полотно съехала пришлось после того как я постирала этот образец долго его выравнивать так что не знаю что будет с изделием если связать его в одну нитку придется долго блокировать его и немножко будут заморочки конечно же но как выглядит вот это полотно я просто вот влюблена мне безумно понравилось как как это все смотрится такой вот полупрозрачная может быть даже стоит взять спицы поменьше два с половиной может быть даже двойку и пойти на такой подвиг связать в одну нить в общем надо еще попробовать дальше я решила сделать подмот к этой ниточки и у меня лежат нитки вот такие хапсала остатки тоненькая полторы тысячи метров кажется здесь ниточка они тысяч тысяча четыреста метров здесь нить это мерино стопроцентные вот по цвету достаточно хорошо они сочетаются друг с другом поэтому я решила ее использовать в подмот вот смотрите вот отсюда и вот здесь нитка выходит вот досюда одна нитка тот дункан и одна нитка хапсала в принципе ничего видны вот эти вот пимпочки утолщение достаточно неплохо смотрится потом я решила добавить еще одну ниточку хапсалы то есть две нити подмота и одна нить тот дункан и как вы видите все они уже потерялись вот здесь вот начала вязать в две нитки тот дункан и я тоже поняла сразу что мне этот счет как-то не очень нравится так что буду экспериментировать вот с этим вариантом все таки я хочу попробовать связать еще по постараюсь повязать какие-то другие варианты на другой толщине спиц и посмотрю что из этого у меня выйдет может быть я все-таки решусь на этот подвиг и возьму спицы 2 миллиметра свяжусь и большое плечевое изделие я по-моему уже готова вот такая вот интересная пряжа следующий вид пряжи это пряжа опера филатура диполоны 50 процентов в составе буретный шелк 25 процентов хлопок и 25 вискоза 300 метров на 100 грамм значит я взяла 400 грамм верпина это видимо цвет вот такой вот фисташечка в принципе передается камеру он чуть чуть светлее чем есть на самом деле ну и вот такая вот такое полотно получилось вязала я его на четверке сама по себе ниточка достаточно толстая и когда я вязала даже на четверке мне казалось что стоит взять спицы побольше но после того как образец был готов я его выстирала я понимаю что ну мне кажется больше уже некуда то есть вот четверка может быть даже три с половиной это если связать на три с половиной полотно будет уже совсем такой ну достаточно толстенько видеть как все получается и как бы одно не встала колом вот но в принципе мягкая такая приятная есть вот здесь вот такие вот видите как бы катышки от буретного шелка у меня в целях купить себе буретный шелк стопроцентный повязать из него вот я решила взять смесовочку посмотреть как он выглядит да я хочу его обязательно буду заказывать но буретный шелк подходит не каждому вы знаете получается такие изделия как будто в них уже походили много-много покрытая какими-то катышками не каждому по вкусу придется этот буретный шелк но я все-таки его куплю себе вот нитка состоит из пяти тоненьких ниточек не не тугая крутка в общем вот такое получается полотно я довольна цвет мне тоже очень очень нравится следующий вид ниточки это гуанакатон 35 процентов гуанако 60 процентов хлопок пять процентов по 400 метров на 100 грамм я взяла 400 грамм достаточно дорогая пряжа но вы знаете она того стоит вот она уже в бобинке она невероятно мягкая здесь уже даже пушок виден немножко вот видите на темном если сейчас поближе вам покажу невесомая она такая вся легкая при легкая гуанако это разновидность вам такое животное красивая достаточно и вот шерсть конечно видимо у нее очень легкая и пушистая посмотрите какая интересная у нее ниточка такое ощущение что она как будто подкручена или косы из ее были заплетены вот она вот такими волнами вся идет сама ниточка состоит из пяти тонких нитей эти каждая из них также по моему сплетена еще из двух в общем вот такая ниточка такая пушистая воздушная вот скрутка очень легкая но такая объемная сама по себе и вот такой получился у меня образец образец невесомый очень ровно ложатся петельки красиво хорошо тянется классная пряжа цвет мне также безумно понравился шикарная ниточка в общем я очень довольна своей покупкой думаю из нее получится невероятно классное изделие тактильно и в общем удовольствие будет доставлять такое изделие когда ты будешь его носить следующая покупка моя достаточно бюджетная получилось по 100 грамм я взяла 4 оттенка вот этой пряжи это у нас пряжа электро 80 процентов хлопок 20 процентов меринос ниточка достаточно тонкая полторы тысячи метров и стоит она 270 вот так вот вязала я вот этот образец в три нитки ну чтоб не перематывать чтобы по-быстрому и вот сейчас сижу смотрю думаю если это на футболку то в принципе неплохая толщина получилась на на 275 я вязала если изделие должно быть более стабильным то возможно ну добавить четыре пять нитей ну шесть до шести максимум я так думаю вот сочетание цветов по-моему угадала вообще идеально вот так вот у меня будет низ такой лиловый какой-то цвет до лаванда дальше идет у меня серый цвет пыль называется вот это вот сирень по моему нет вот это лиловый как раз так и чайная роза то есть они все-таки друг с другом прекрасно сочетаются выбор оттенков этой пряжи был большой поэтому было из чего выбирать и у меня получилось подобрать вот такое сочетание я очень довольна им достаточно бюджетный вариант вот эти 400 грамм то есть каждый оттенок по 100 грамм у меня у меня вы получилось 1080 вот так что на лето есть что повязать ну и конечно же все самое классное оставляют как всегда напоследок это вот два таких компаньона с паеточками пряжа так и называется поэттем от лора пиано здесь стопроцентный кашемир и цвет у него песочный а здесь смесовочка кашемир 40 процентов 40 меринос 18 шелк и 2 600 метров на 100 грамм здесь и и 600 метров на 100 грамм в этой пряжи по 200 грамм я взяла себе эту пряжу и вчера попробовала образец постирала его посмотрите как они сочетаются паеточки вот эти вот переливаются как раз по моему таким же оттенком как как бежевая пряжа задумки у меня на кардиган посмотрю что из этого получится пряжа невесомая после стирки вчера да кстати я именно эту этот образец я стирала мылом и сейчас давайте покажу вот на коричневом фоне вот видите какой вышел из нее пушок то есть я думаю вы наверное уже знаете причем и в коричневой вот видно да и в светлой я думаю что вы знаете о том что кашемир с первого раза не раскрывается его надо постирать два-три минимум раза тогда выйдет пушок и пряжа приобретает такой шикарный вид такие свойства у нее изделия из кашемира не хочется выпускать из рук не хочется снимать их убирать на полку в общем вот такой у меня получился образец это я вязала в одну ниточку на спицах 275 и надо думать надо думать какое именно изделие у меня будет примерно я уже представляю что я хочу ну вот буду думать в две нити вязать или все-таки в одну я надеюсь мой обзор был для вас интересен и полезен я перехожу к следующему этапу то есть буду дорабатывать дальше думать над своими проектами что именно конкретно уже я хочу связать из каждого вида пряжи а если вы напишите в комментариях что вы увидели какие изделия какие модели я буду очень вам признательна а на сегодня у меня все ставьте лайки подписывайтесь на канал с вами была юлия и мой факультет рукоделия пока пока